Лица, которые выступают против этих инициатив, не имеют элементарного образования. Во-первых, мы не можем подрывать решения правительства страны. Наш народ почему-то хочет знать все, даже государственные тайны. Отнеситесь к этому нормально. Я согласен, чтобы открыли железную дорогу в Азербайджан. А что тут плохого? Необходимо уладить все разногласия с Азербайджаном. Железная дорога нам обязательно нужна. И не только она. Другие коммуникации тоже нужно открыть. Сколько можно жить в блокаде? Сегодня армянский народ переживает трудные времена. Если мы потеряем нашу страну, то перестанем существовать как нация. Наши власти проиграли войне и поэтому не способны вести переговоры со страной-победителем. Прошел год после войны, однако никаких положительных изменений нет в нашей стране. Очень много предателей сегодня среди нашей нации. Мы должны сплотиться и встать на ноги. Сегодня переживаю, что наш народ ходит с опущенной головой. Ни на что не надеюсь. Разочарованно, страшно, но продолжаю жить. Хаястан пока только проигрывает. Всего хорошего. Армения же не улитка. Чтобы спрятаться в своей раковине, мы должны общаться с миром, стать конкурентоспособной нацией и не бояться ничего. Мы должны наладить наши отношения со всеми соседями. Я не верю, что наше руководство может что-то решить положительным образом. Переживаю за будущее нашей страны. А когда власти проводили митинги, кричали, что есть у нас будущее. Я отвечала, что у нас его нет. Прошел Бога только одного, чтобы наш народ больше не страдал. И у наших детей было светлое будущее. Конечно, будет неплохо, если дороги откроются с Азербайджаном. Экономика нашей страны будет развиваться. Это принесет только пользу нашей стране. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.